Тушили пламя в офисном здании. Распространение огня на соседней постройке не допустили, трассу прикрывать не пришлось. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. По предварительной версии причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети. Пытался подкупить надзорные органы. В Горховце вынесли приговор предпринимателю, который хотел дать взятку сотруднику прокуратуры. Как установил суд, в сентябре этого года в торговую точку подсудимого пришли с прокурорской проверкой. 30-летний мужчина торговал одеждой и обувью с иностранными логотипами, а вот необходимых документов не имел. Товар из магазина изъяли, составили протокол. Подсудимый хотел вернуть товар, чтобы не терпеть убытки и избежать административной ответственности. Для этого он принес сотруднику прокуратуры взятку. В момент передачи его задержали. Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно за штрафом в размере 600 тысяч рублей. В энергетику региона инвестируют 5 миллиардов рублей. Администрация Владимирской области подписала масштабное соглашение СМРСК Центра о сотрудничестве. Наша область вошла в программу модернизации электросетевого комплекса. Со всей страны в этот проект выбрали всего 4 региона, включая наш. По программе во Владимирскую область за 6 лет инвестируют 5 миллиардов рублей. Деньги потратят на создание умных технологий и совершенствование имеющихся электросетей. Особенно в сельской местности. Модернизация позволит снизить затраты на логистику и обучить новые высококвалифицированные кадры. По мнению губернатора Владимира Сипягина, подписанное соглашение стимулирует экономику региона. Смолина займется жилищно-коммунальным хозяйством столицы. Бывший вице-губернатор Владимирской области назначен на должность заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы. Контракт с ней заключили на 5 лет. Напомним, столько же Лидия Смолина провела в нашей области. В свою команду Светлана Орлова позвала ее еще летом 2013 года. Чиновница возглавила департамент ЖКХ. В 2016-м Смолина получила место первого вице-губернатора. В ноябре этого года, спустя два месяца после поражения Светланы Орловой на выборах главы региона, Лидия Смолина подала в отставку по собственному желанию. Светлана Мельникова приостановила аккредитацию частных гидов музея-заповедники. В свое время выдачу лицензий для частных экскурсоводов разрешил экс-директор ВСМЗ Игорь Конышев. Этот шаг должен был привлечь в музей дополнительные инвестиции. Теперь решения бывшего руководителя изучат Светланы Мельникова. Анализировать будут экономическую выгоду от такого хода, а главное – эффективность и качество услуг. Музей отмечает, что экскурсионное обслуживание в ВСМЗ очень высоко и необходимо держать его на прежнем уровне. Приостановка решений об аккредитации не скажется на туристах и гидах. Тайм-аут взяли на время низкого экскурсионного сезона.